А может быть, в чем-то нуждаете, что-то вам нужно, может быть, какие-то проблемы у вас есть? На пороге современного цунами, четвертой волны коронавируса, ассоциация ТОС превратилась в своего рода горячую линию. Волонтеры выстроили обратную связь с председателями территориальных общественных самоуправлений. В день по 30 звонков. На другом конце провода просьбы самые разные, от бытовых до социальных. Председатель уже общается с своими соседями, и вот все здесь собирается непосредственно у нас в ассоциации. А дальше уже через министерство, где-то через другие структуры мы пытаемся уже помочь как-то людям. Понимаем, что все сложно, потому что проблема не только всего региона, а всего мира, мировая проблема. Ну, то, как не мы поможем своим же близким. И если проблему с дорогами без помощи профильного министерства решить не получится, то помочь, например, с продуктами по плечу любому. В ТОС «Мостовая слобода» печь хлеб и раздавать его соседям уже традиция. Готов. О, какие красивые булки. В день удается разнести от 15 до 30 кирпичиков хлеба. Вроде мелочь, а местные каждый раз ждут волонтера с горячей выпечкой. Она и приготовлена с любовью, и вне зависимости от капризов погоды, всегда дойдет до своего адресата. Здравствуйте. Здравствуйте. Автоволонтеры доставят бригаду медиков прямиком домой. Только за октябрь отработано почти 200 таких вызовов. Чему удивляться? Осень, пора простуд. А тут еще и вспышка коронавируса подлила масло в огонь. Развозим лекарственные препараты, медикаменты. Выезжаем на забор мазков и другие такие мероприятия. Всего ассоциация ТОС смогла объединить больше 300 тысяч человек по всей Ульяновской области. Каждое территориальное общественное объединение – место, где люди без доли сомнения готовы протянуть своему соседу руку помощи. Александра Никитина, Юрий Ломатов, Улуправда ТВ.